День воскресный, день чудесный, а я к вам спешу с новым горячим выпуском. Вы ведь любите правду, вы ведь любите послушать то, о чем многие в основном молчат. И сегодня главный герой выпуска нам в этом поможет. У человека не было ни мыслей, ни желания сниматься в подобного рода роликах для ютюба. Но безысходность и непонимание, что делать дальше в его ситуации, привели его к нам на канал. Первая трещина, такая самая неприятная, находится вот здесь, лопнула вот здесь. Ну прям раздолбили, посмотрели штукатурку или блок, нет, лопнул блок. Сегодня он покажет, как вложить в мечту, а именно в строительство дома, порядка 32 миллионов рублей, честно заработанных, и потом остаться у разбитого корыта. Человек без опыта в строительстве решает обратиться в компанию, построить себе дом. И на сегодняшний день дом стоит, но жить в нем нельзя. Строительная компания говорит, у тебя все классно. Досудебная экспертиза говорит, не, у тебя не все классно. И мнение делится на два. Одни говорят, дом надо ломать и строить заново. А другие говорят, можно пробовать лечить новый дом, пытаться его реанимировать. Но стоит это бешеных денег, каких сегодня расскажем. У меня в руках телефон с комментарием к предыдущему выпуску. Помните тот самый выпуск про двух школьников, которые строят каркасные дома? Зачитываю. И акцент сделан на то, что ну как можно доверять людям, кто ничего не понимает? Ведь есть образованные, профессиональные строители. И вот к чему можно прийти с этими образованными, профессиональными строителями с опытом на плечах более 10 лет? Прямо сейчас, без приукрас, со спокойной интонацией мы вам покажем, что из этого получилось, где они допустили ошибки. Обо всем этом мы с вами поговорим. Ведь этот ролик будет вам наглядным пособием, с чем вы можете столкнуться, когда вы без опыта отправляетесь строить себе дом. И не каркасник внимания, потому что герой выпуска, тот самый дом, находится за вашей спиной. Не размазывая кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас, сейчас в деталях вам все расскажем. Знакомьтесь, главный герой выпуска Александр, давно ты подписан на канал, написал письмо с таким криком из серии Диман, я не знаю, что мне делать, может быть хотя бы через выпуск мне либо дадут дельный совет, либо наконец-то твой застройщик тебя услышит, потому что поговаривают, что руководство знать не знало о твоей проблеме. Вот все знают, а они не знали. Вполне возможно это так, как говорится, следствие разберется, но давайте по существу и расскажем. Значит, мы сейчас находимся где? Это коттеджный поселок Петровская парк, он находится в пяти километрах от города Чехова. Чехов находится в 55 километрах от Москвы, от ПКАДа. Вот, в принципе, недалеко. Ты проживаешь в Чехове, работаешь, у тебя в Чехове квартира? Да, у нас в Чехове квартира, мы живем почти в центре города, возле администрации, работаю айтишником. Далее Александр начал рассказывать, чем они занимаются, что у них есть разные направления, работают давно. Ну, в общем, даже не хочу на это тратить время, айтишник, своя организация, бизнес работает давно, доходность неплохая. Жена, сын, да, сын, ему 15 лет будет, 16 декабря. Смотри, вы проживаете и до 2021 года у вас ни земельного участка, ни уж тем более дома не было. Как вообще пришла идея, что вам нужен дом? Купили квартиру в Чехове и столкнулись с проблемой, что, вот, рассказывал справа сосед Чехаев, с четвертого этажа ему кричат, будь здоров, слышимость ужасная, ты постоянно живешь как будто в большой коммунальной квартире, ну, это начинает напрягать, переживай с работы, это устаешь, ну, еще там кто-то тусуется, где-то что-то происходит, ты постоянно на суете вот среди соседей. И таким образом у вас появляется мысль, что все, пора нам искать земельный участок, верно? Да, да, мы давно хотели дом, мы когда ездим к друзьям, у которых есть там свои домики, ну, это действительно прикольно, ты приезжаешь, там, сам себе, что хочешь, то и делаешь, на участке хочешь, там, голый ходишь, хочешь, шашлычок пожарил. Ну, что, хотелось голым ходить, да, по участку? А что нет, вышел с утра с кофейком, там, запил, почесался и... Короче, друзья, смотрите, здесь мы делаем первую подводку, шикарная зарисовка из жизни, это как раз для всех тех, кто живет не в Москве, а вот в подобных городах. Потому что в Москве купить себе земельный участок внутри МКАДа и построить дом, ну, это, ну, прямыми словами, хулиард рублей. Здесь же, Чехов, ты села в автомобиль до работы, там, до любых дел, ну, 15-20, ну, 30 минут с учетом какого-то утреннего, там, вечернего трафика, верно говорил? Да, да, все верно. Все, очень долго. До Москвы, на самом деле, доехать... Я прям просил, говорю, не вырубай телефон, когда он тебе будет звонить, чтобы мы немножко разбавляли, говорю. Таким образом, длинную историю сделать короткой. В рамках одного года вы катались по окрестностям, рассматривали различные земельные участки, различные вот эти закрытые поселки и выбрали этот. Да, мы искали землю, чтобы были центральные коммуникации, это канализация обязательно, газ, вода, какая-то инфраструктура, дороги, интересная въездная группа. Ну, чтобы это не была деревня, чтобы это было, ну, визуально приятно. Завильно? Да, глазу. То есть ты приезжаешь и радуешься. Это угловой участок, площадь у него сколько? 13 соток. Мы взяли угловой, потому что, ну, угловой как-то у тебя нет соседей с двух сторон, ну, как-то более приятно, плюс ты заехал, ну, ничего нет. Расскажи, пожалуйста, на момент покупки, это 2021 год, ты его покупаешь по какой цене? Если не изменяет память, это было, по-моему, около 2 600, 2 700. С учетом коммуникации? Да, да, в эту цену входили дополнительные взносы за коммуникации, то, что здесь проложено, вот эта канализация, водопровод, это около 700 тысяч, 700, 750 тысяч. Дальше встает вопрос, ну, надо дом строить, вот у тебя вообще какой опыт в строительстве? Может быть, где-то когда-то что-то строил, либо смотрел? Здесь мой опыт строительства, это ролики в ютубе о том, как строить нельзя. Ты смотрел Андрея Подшивалову Ярдрей, но там в основном показывают уже последствия, раз, Петруша Сергей, все его хвалят, рекомендуют, показывают как раз, как строят говнище. Да, да, что нужно делать, что не нужно делать, да, да. То есть плюс-минус по выпускам уже что-то понимал? Примерно процесс, да, складывался, что нужно сделать геологию, что нужно там проекты все обязательно, без проектов нельзя, все там расчеты и так далее. И как бы уже потом найти под это дело компанию. Вот здесь я хочу дать свой коротенький комментарий, чтобы у вас было меньше комментариев и вопросов. Вполне возможно, что в нем вы узнаете себя. Вот человек занимается абсолютно другим родом деятельности, захотел дом. С чего начинается вообще строительство? Это в первую очередь вот ютуб, поиск, интернет. Ты смотришь, тебе люди, специалисты рассказывают последовательность. И Александр всю эту последовательность уяснил. Ага, выбор участка, геодезия, выбор специализированной бригады, профессионалов. Так более того, доходит до смешного. Сейчас вся жесть будет впереди. Он обращается к специалистам, где по факту утвердив проект дома, смету, все, ты плати и дальше занимайся своими делами. Потом придешь только ключи принимать. Он на них же нанимает независимый надзор. Технадзор, который следит за строительством дома. Так еще и сам приезжает. Но тем не менее, смотрим. Обычно бывает так, что по рекомендации, типа, Саня, смотри, вот тебе телефон, записывай. Приедет человек, все сделает, или вот компания, строим ИКО. Ну, там, поняли, да, так вымышленный. Там, рога и копыта. Рога и копыта. Приедем, все, мы построим. Как ты нашел вообще организацию, которая начала строить тебе дом? Вот это самый сложный этап, потому что ты начинаешь изучать рынок. Из друзей у меня, вот у одного только друга есть дом. Ну, он строил вот с ребятами, типа, с Авито. Три раза там все переделывал. Что-то дешево было. Цена самая низкая была. В итоге вышло, нет, не дешево. Ну, в итоге, изначально, да, было дешево. Это я так шучу, потому что изначально все типа, нахрен, кому-то обращаться, сам вот сейчас троих строителей возьму. Ну, да, да, на дороге вот эти, которые стоят, мы их возьмем, они там мастера. Мы посмотрели, как он, на что он наступил, награли, мы решили, что нет, мы лучше чуть-чуть заплатим больше, найдем нормальную профессиональную компанию с хорошим именем, с историей, да, где можно посмотреть их проекты, посмотреть отзывы. И приступили, выбрали для себя там перечень компаний и начали просто им отправлять типовой проект, похожий на этот, типа, ребят, скажите, сколько это будет стоить. Что нужно абсолютно в каждом доме? Это входная дверь, надежная, крепкая, которая вас не подведет. Именно поэтому я с вами хочу поделиться полезной информацией, а именно, компания Novokey, которая с 2015 года занимается дверьми. И они на своем собственном производстве разработали уникальное предложение для вас, о котором я вам хочу рассказать подробнее. Флагман всего модельного ряда дверь Professional. Дверь, на которую компания официально дает вам гарантию от криминального взлома механическим путем, что подтверждено в паспорте к товару. Если вас взломают, компания возьмет на себя обязательства по восстановлению двери. Все дело в уникальной, очень жесткой конструкции, достигнутой путем комбинации сложной геометрии полотна и коробки, выполненной из стали толщиной 2 мм. А еще, что немаловажно, данный конструктив исключает заклинивание замков в случае усадки дома. Что гарантирует не только беспроблемное пользование, но и продлевает срок службы самих замков. И компания дает расширенную гарантию на комплектующие. Замки используются шестеренчатые, очень тихие, без щелчков на весь подъезд или на весь двор вашего коттеджного поселка. Ставят самые надежные от передовых итальянских производителей. А вот что касается звукоизоляции, здесь все просто. Дверь оснащена всеми возможными опциями для погашения звуковых вибраций. Это проклейка полотна, замковые зоны и коробки автомобильной виброизоляции. Наполнением из высокоплотных минеральных плит, наличием внешней панели и отсутствием сувальдного замка. Того самого, который образует сквозную щель в двери. Все двери производятся индивидуально по размеру, дизайну и пожеланиям клиента в очень адекватные сроки. Примерно 15 рабочих дней и ваша дверь будет готова. Компания также имеет собственный сервис и гарантирует качественный монтаж. И вот что немаловажно, есть живые шоу-румы, куда вы можете приехать, увидеть дверь воочию, пообщаться с профессионалами, задать все ваши вопросы. И только после этого принять решение о покупке. Не забудьте, что по промокоду от Машкова вы получите дополнительную скидку в 10% на двери профессионал и 5% на все остальные двери. Ссылочка на Новокей ждет вас в описании, а мы продолжаем. А расскажи для начала, чтобы людям было понятно, этажность, площадь, гараж, не гараж, что вообще представляет из себя этот дом? Мы с женой долго тоже спорили, какой дом нам нужен. Я говорил, что это нужен одноэтажный дом, потому что мы скоро старим старенький, нам будет лень туда ходить. Вот, видишь, мы будем жить внизу. Жена говорит, нет, я хочу двухэтажный дом, потому что вы внизу там сидите с друзьями, отдыхаете, гости, то-се, родители. Я там ушла и все, и вам не мешаю. Поэтому говорит, давай двухэтажный. Ну, решили вот строить двухэтажный. Примерно прикинули площадь квартиры, в которой мы живем. Подумали, чего нам не хватает. Нам не хватает какой-то общей гостиной большой площади, где можно собраться большой компанией. Площадь дома суммарно со всеми террасами, со всеми 250 или 230 квадратных метров, сейчас точно не помню. Гаража в доме нету, да? Гаража нет, да, мы рассчитывали сделать отдельно. Это, кстати, тоже еще одна большая ошибка. Когда будете проектировать дом, это можно рассказать, наверное, отдельно, да? А что, ты рекомендуешь сразу включать? Я решил, да, то есть мы думали, построим дом, потом отдельно построим гараж, потом это все выливается в такую проблему, тебе нужно согласовать, там, где-то ландшафтный дизайн, а потом еще опять погружаться в эту стройку, в эту грязь. Лучше все делать сразу, весь архитектурный проект. С левой стороны, да, там, пристроечка, вот гараж. Вот ворота, да, здесь можно было сделать отдельный гараж. Хорошо, смотри, 250 метров, вот как выглядит визуально дом, вы видите, опять же, все те, кто занимается стройкой, ребята, пожалуйста, смотрите внимательно, когда мы зайдем внутрь, Саша расскажет основную проблему, с которой он столкнулся, почему вот этот, на первый взгляд, такой шикарный дом, да, ну, некоторые говорят, что надо сносить. Сейчас все это в деталях покажем. Ты начинаешь в 2022 году рассылать вот этот проект и получать цены, которые начинают разниться. Вот сколько тебе называли от и до, вот, в среднем? В среднем от 8, да, там, 20 с чем-то миллионов просто за коробку, это теплый контур, в него входят окна, крыша. Короче, одно и то же техзадание, кто-то за 8, кто-то за 22. Да, вот здесь как раз, ребята, начинаются реалии. Кто называет 22, это следующим образом работает примерно так. Так, я получаю от вас запрос от тебя, отправляю его Лехе, у Лехи своя строительная компания, Леха мне говорит, 14 это стоит, я тебе 22. Если вдруг тебе понравилось со мной общаться, я тебя очаровал, я приехал в костюме с каской, ты дал мне денег, Леха будет строить за 14, а я с тебя заберу 8. Можно сказать, багыга, безобазие, но это факт, так это работает. И, внимание, это легально, это законно, все, пожалуйста. Так работают все фирмы, потому что фирмы, у которых есть именно в штате строители, их не существует. То есть здесь тоже фирма, она как, грубо говоря, генподрядчик, и у нее очень много разных бригад, которые строят им все вокруг, и ни на что не хватает времени. Мы с тобой обсуждали это до начала съемки, просто когда читаешь комментарии, такое ощущение, иногда складывается, когда человек пишет комментарии, не все. Ну, есть группа людей, как будто живут где-то в параллельной вселенной, в каком-то розовом мире, где есть та самая компания, которая построит тебе, вот есть себестоимость, она с тебя возьмет плюс 5% доходности, она тебе сделает точно все качественно, дом простоит на века. Ни единого косяка у тебя пристройки не возникнет, но где эта компания, пальцем показать никто не может. Из всего перечня компаний, к которым мы отправляли запросы, выбрали там компанию Goodstone, нам показалось, что это средняя цена, то есть это и недешево, это и недорого, ну, вроде как средняя цена по рынку. Получили смету на финальный теплый контур, нас это устроило и заключились. Вот сколько, смотри, дом, коробка, фундамент, вот плитка, в общем, все то, что мы сейчас видим, кровля сделана, водоотводы. А внутри на данный момент остается лишь только делать отделку. Делай отделку, заноси мебель и живи, вот они тебе сдают дом, говорят, все, мы закончили. Сколько денег вот это вот все дело стоило? Коробка, вот чисто коробка, без какой-либо отделки, даже без черновой отделки, она стоила 13,5 миллионов. 13 миллионов 500 тысяч рублей. Все это дело происходит 22-й год, лето, конец, курс доллара начинает падать, они тебе перезагрят 13500, друзья, 13500 мы делим на 250, квадратура, вот, пожалуйста, 54 тысячи квадратный метр дома из камня, все то, что вы увидите. На секундочку, построить дом-каркасник, это, ну, 44 тысячи тире 50 аж называют люди, ну, плюс-минус, каркасник и подобный дом, ну, тут уже делайте выводы, пишите сами, что лучше, понятное дело, споры большие. Но сейчас я вам предлагаю пойти в дом, давай пойдем помечтаем, так сказать, покажешь нам, где ты должен был сидеть, как ты там должен был тусоваться с друзьями, пойдемте. А пойдем прям по-живому, можешь даже не выключать, но вот смотри, когда тебе вообще дом сдали? Если ты говоришь, что в сентябре 22-го года тебе начинают все это дело строить, сколько времени заняло вообще все это строительство? В декабре, ближе к концу декабря 22-го коробка стояла. А, то есть, как бы, ну, в принципе, быстро, да, сам дом подняли, кровлю сделали, верно? Да, все подняли, при том дом строило два человека. Ну, какая дверь, смотри, здоровая. Ты-то как раз помните, он вначале говорил о том, ну, он, Александр, нельзя говорить при человеке в третьем лице, я это помню. Утром, да, вот это в летний день ты вышел, все там в пробках стоят, мучаются, а столик у тебя нет? Какой столик, да. Все в пробках стоят, мучаются, а Саша сидит такой. Ну, пойдем, заходим, получается, мы с тобой попадаем, это гостиная-кухня, здесь должен стоять гарнитур кухонный. Да, то есть, вот так вот углом должна стоять кухня. А вот, собственно, визуализация дома и как он должен выглядеть уже здесь и сейчас. На сегодняшний день, на момент вашего просмотра, семья должна жить в этом доме. Я хочу, чтобы вы услышали, это не просто какие-то картинки. Для Александра и его семьи это мечта в целую жизнь. Они к этому шли, трудились, работали, зарабатывали. И дом они строили для того, чтобы в нем встречать старость. Ну, посмотрите, сделано все со вкусом, грамотно расставлена мебель. Такой некий минимализм. В доме предусмотрен рабочий кабинет, несколько санузлов, полноценные спальни. В общем, красота. И когда я на это смотрю, когда я общаюсь с Александром, я прекрасно понимаю и чувствую, каково это. Отдать денег, строить, ждать, надеяться, что вот-вот, скоро переезд. А потом начинается неприятная история, к которой прямо сейчас мы и начинаем с вами логически переходить. Сдали тебе дом, вы начинаете делать внутреннюю отделку. Рассказывай, с чем вы столкнулись? Да, нам сдали дом. Мы приступили, тоже большая ошибка. Компания сказала, что проблем в этом нет. Они сто раз так делали. К черновой штукатурке зимой. А это делать категорически нельзя, как оказалось. Потому что это очень много влаги, дом замерзший стоял, они его грели пушками, сделали штукатурку. Ну, вроде бы ничего не отвалилось, вроде как не обманулись. Ну, как и говорили, можно. Все получилось. Единственное, что мы сюда ездили каждый день с газовыми пушками, все это грели, потратили 150 тысяч рублей на электричество, чтобы пушками все это затопить. Плюс на газ, плюс на тон, на все. И время. Геморрой тот еще никогда так не делайте. Это очень плохая практика. Сделали эту штукатурку и настало время инженерки. Инженерку мы заказываем же в этой же компании. И тут начинается, прям мы понимаем, что ребята все-таки не такие профессионалы, как они хотели выглядеть. Они нам собирают щит. Зачем показывать куда-то в небо, вот отдельная комната, котельная. Они начинают монтировать первый щит. Монтируют, мне звонят монтажники, говорят, мы что-то не можем запустить источники бесперебольного питания. Начинаем разбираться, я начинаю смотреть схемы. У меня тоже есть там знания, образование в области электрооборудования. Я начинаю смотреть, а раньше как-то я к этому не придал значения, потому что я же отдал профессионалам. Они все начертили, но мне это еще вникать, проверить каждый болтик за ними. Это тоже еще одна ошибка фатальная. Всегда надо проверять, либо отдавать стройнадзору, технадзору, который это будет делать за вас, если вы это не хотите. То есть я просто понадеялся на людей, что они марку держат. К тому же до этого момента Гудстон работал четко. То есть стройка шла прям ударными темпами, без сучка, без задоринки. Прораб прям снимал видео, все объяснял. Ну было круто реально. То есть я думал, блин, все говорят, что стройка это такой геморрой. Она вот так вот прошла, то есть вообще никаких проблем не было. Ну я поверил ребятам, что они профессионалы. Начинаем разбираться. Оказывается, они сделали трехфазный БП, не одним блоком, а каждый на свою фазу. Для того, чтобы это запустить, у него у каждого должен быть свой ноль. Ну если есть электрики, они понимают, о чем речь. То есть отдельные нули, должны быть байпасы, чтобы это можно было выключить, обслужить, включить обратно. То есть что-то вышло из строя, ты переключил на питание из города, и у тебя как бы продолжает дом работать. Этого ничего не было в щите предусмотрено. Байпас был сделан неправильно, нули были общие. В общем, они это все собрали, все это, естественно, коротнуло, все вышло из строя, щит не работал. Короче, простыми словами, чтобы вот так не грузить, для чего это нужно? В силу того, что во всех этих поселках, да и в городах в том числе, зачастую скачет напряжение, то есть свет, то нет вот эти короткие выключения, включения. Обычно при жилых домах это все предусмотрено. Именно поэтому у вас ничего ни хрена не сгорает, ваши компьютеры и прочее. Это частный дом. Если ты это не сделаешь, то у тебя вот этот свет пропал, включился, у тебя стиральная машинка, конец, компухтер. Конец, ну и телевизор, техника, что стоимость всего этого на рынке дешевле сделать защиту. Так как я еще и работаю в IT, мне важно, чтобы у меня всегда все было включено, интернет и все остальное. Короче, это такой был первый звоночек, какой-то, что типа... Да, это было что-то, да, то есть прям мы напряглись, но ничего страшного вроде как. То есть ребята идут на контакт, все, то есть там у них есть главный инженер, не знаю, называйте, там имена не называть. Да и сам смысл, обрисовывать ситуацию, это, грубо говоря, не Саня, а вы стоите на месте Сани. Так, я не помню сколько групп, но здесь вот такая коса проводов, вот она идет. Это все уже, естественно, подключено. Говорю, ребят, давайте малой кровью мы собираем еще один щит, делаем в нем байпасы. Я рисую схему, как это должно быть, они собирают щит, неправильно. Не работает это, они забывают про байпасы стабилизатора, который тоже нужен развязываться. И мне говорит их проектировщик, блин, да мы напрямую в одной кабель заведем тебе в стабилизатор. Я говорю, а как вы себе это представляете? Мы его как будем обслуживать, когда что-то сгорит? Я буду туда лазить, откручивать вот этот огромный кабель в одной от него, вешать на него клеммы, чтобы дом запятать, вести это в ремонт. Я говорю, так не делается, это неправильно, по всем там пуе, всем нормативным документам. Откровенно говоря, для некоторых вот этот эпизод, что, какой байпас, какой стабилизатор, давай дальше. Не все понимают, как что устроено, ведь ты обратился к профессионалам. Ты не должен об этом думать, они должны заниматься. Подчеркну, в самом начале я сказал, что Саша нанимал технадзор сторонний. Это именно на строительство самой коробки. Технадзор смотрел, сказал, все хорошо, до него мы еще тоже дойдем. И вот эти моменты сеяли в голове Александра мысль, а точно ли я обратился к профессионалам? Он начинает говорить, что, блин, зачем нам усложнять? И тут я понимаю, что компетентность проектировщика, она просто нулевая. У него нет опыта в создании подобных систем. То есть они строят какие-то типовые проекты, где там 4 автомата, один на один этаж, один на другой этаж, гараж, ворота, все. Короче, простенькая норма, а где чуть сложнее. Да, да, где вот именно такая вот замороченная система, все, у него он поплыл. Все, я ему говорю, ребят, снимайте щиты, собирайте один нормальный, и они уходят на, по-моему, месяц или два с этим щитом. И все, вся остальная отделка, подчерк, она встает, потому что электричества нет, ничего делать нельзя. И как раз, знаешь, тебе к слову о том, что, ну тебе же говорили, что стройка это геморрой. Вот в этот момент, наверное... Начинается геморрой. Ага, ну а это еще, к сожалению, не самый страшный геморрой, потому что здесь, скажем так, длинную историю сделать короткой. Наконец-то все настроили, сейчас вот здесь в котельной все хорошо. Да, я должен отдать должное главному инженеру, который идет на контакт, то есть с ним вообще без проблем, ты ему говоришь, Максим, то есть до этого ты общаешься с исполнителями, которые сидят, что-то делают, но когда ты выходишь на главный инженеру, говоришь, Максим, вот это неправильно, слушай, я уже устал с твоими общаться, внуши им. Он сам сюда приезжает, смотрит, да, действительно, все, они все это сняли, сделали, перебрали, да, ушло время, но как бы результат достигнут. Разобрались, раз, следующее что было? Следующее, проект вентиляции, то есть мы у них тоже заказали, ну все под ключ хотели сделать в одной компании, так как, ну, обратились в одну компанию, вроде они всем этим занимаются, там, имя, все, типа, чтобы не бегать по разным организациям, самому мне это все не организовывать, не сводить, обратились, ребята, чтобы сделали, чтобы мы, если что, имели одну точку входа. Это тоже важно, потому что на будущее потом не получится так, что это не мы вентиляцию плохо сделали, это вам дом плохо построили, это не мы дом плохо построили, это вам вентиляцию плохо сделали, а тут как бы один заказчик, один исполнитель, все. Так, начинаете делать вентиляцию, что случилось? Начинаем с проектирования. Они даже не дошли до вентиляции, мы даже не получили от них коммерческое предложение, это затянулось почему-то на месяц или на полтора, я уже устал у них ждать. Обратился в компанию, которая занимается чисто вентиляцией, исключительно вентиляцией и кондиционированием. Я им проект скидываю, говорю, посчитайте. И в этот же день мне присылают коммерческое предложение из Гудстована, и разница в цене миллион, миллион рублей. Миллион рублей, ну там два с чем-то выходила вентиляция без кондиционеров, у Гудстовано, монтаж. А у этих ребят там полтора, по-моему, где-то около полутора миллионов с кондиционерами, то есть со всей системой этой. Я говорю, ну, ребят, вы все, свой шанс упустили, я с вами работать по вентиляции не буду, вот мне сделали хорошее приложение, начинаю работать с этими ребятами. Даю им проект, они этот проект отправляют в Турков, это производитель, можно говорить? Да, я их говорю. Производитель оборудования вентиляционного. На что Турков говорит, ребята, этот проект работать не будет, это что такое? Говорит, вот по вашей логике, по которой вы хотели, а мы хотели, знаешь, как ставятся датчики, то есть когда у тебя люди здесь пришли, у тебя тусовка. Перекрываются клапана сверху, и весь воздух, вот мы сделали больше решеток, он подается сюда, где много народу, то есть по датчику CO2. А сверху отключается. В их проекте это было сделано неправильно. На что мне ребята говорят, ну, мы по этому проекту работать не будем. Вот Турков говорит, что это неверно, надо переделывать проект. Это вот второй звоночек по этой компании, по Augusto Engineering, что у них еще один проектировщик тоже не особо там разбирается, что он делает. Либо они хотят слушать, либо у них это на потоке, лишь бы там просто отписаться. Не знаю, в чем причина. Зафиксировали, с вентиляцией косяк 2. Вот обратите внимание, как мы с Сашей подаем информацию, у нас нету истерии, мы не кричим, что все плохие. Ну вот, косякнул инженер по электрике, ну разобрались, решили, сделали и слава богу идем дальше. С вентиляцией косякнул, разобрались, решили. То есть, ты по-честному делишься опытом своим. По шагам, как все это было, я так и рассказывал. Если вдруг этот ролик будет смотреть непосредственно руководству компании, вы поймите, никто там на вас с кулаками не лезет драться. Вот, может вы и не знали, правда, что у вас происходило, хрен его знает. Может вам там рассказывают, заказчик всем доволен. Вы ведь напрямую с Александром вживую не общались. Еще нет. Вот, далее начинается самое интересное и самое страшное. Начинаем приступать к отделке. Первое, что нужно сделать, залить везде стяжку. То есть, это теплые полы, чтобы все это закрыть. И приступаем к заливке стяжки. Заливаем первый этаж, заливаем второй этаж. Стяжка стоит там неделю, две, три. И приступаем. Да, приезжает у меня компания, уже другая компания. Потому что мы не стали продолжать работать. Мы тоже хотели все это сделать в Гудстоуне, но учитывая опыт с инженерным отделом, решили, что с ними дальше работать не стоит. Нанимаем другую компанию. Они приезжают, осматривают объект и говорят, Александр, вот такая вот ситуация. Мы нашли трещину возле несущей колонны. Ну вот, подожди, отойди, пожалуйста, в сторону и вот покажите. Ребята, смотрите, мы вам показываем вот примерно то же самое, что вы увидите сами, если зайдете сюда вживую. Вот стена, да, какая трещина. То есть, обычно трещина представляет себе так, что это должна быть, ну, трещина. Была только черновая отделка, сделана черновая штукатурка. И мы здесь в углу находим очень, ну, такую прямо, где-то на полсантиметра отошла штукатурка от стены. И она уходит от сюда трещина. Мы начинаем проверять весь дом. Я сейчас покажу, сейчас все не видно. Это уже отремонтированная после того, как мы обнаружили, отремонтированная часть стены. Выглядела она вот так. Вот когда включаешь лампу, я вам сейчас постараюсь, да, ты приближай. Ну вот, видите, вот она прям пошла, пошла, видно же, да, там? Вот, пошла, пошла, пошла трещина. Это первое. И может показаться, что, ну, блин, Сань, да ты что, ну, трещинка. У тебя дом такой 200 метров, одна трещинка. А по факту, сколько этих трещин? Ну, на тот момент это была единственная трещина. Она была вот здесь, она была вот здесь. То есть штукатурки вот этой белой не было. Это была черновая штукатурка. Мы вызвали компанию, то есть вот здесь, ну, в углах. Мы вызвали застройщика. Говорим, ребята, вот такая ситуация, типа, надо разобраться. Они вызывают свой технадзор. Месяц, по-моему, или два они дают нам заключение, что все в порядке, дом дал естественную усадку, все хорошо. Где-то, возможно, плохо утрамбован песок, но в пределах нормы. Мы, ну, хорошо. Тогда приступаем к предфинишной отделке. Отделываемся, чиним все эти трещины. Там, ну, по всем инструкциям слой, как она, сетка это называется. Все это заштукатуривается, забивается раствор во все эти трещины. Все, ребята выводят, все идеально. То есть мы смотрим. Вот это я прям даже акцент делаю, то, что не просто так помазали сеточкой, все как положено, ровно, для того, чтобы как раз у подобных трещин не было. Все те, кто занимаются стройкой, я оставлю на тебя контакты. Если вдруг у вас есть вопросы, что, может быть, это вы накосячили, а не застройщик, пишите, Саша, вам там фото, видео, кому надо, покажут, опять же, те, кто знают, как ему помочь. Продолжай. Да, мы приступаем к отделке, это сентябрь и к октябрю заканчиваем чистовую отделку, кладем плитку и уходим на небольшой перерыв. Наступает, ну, проходит год, наступает холода. Вот, когда у нас там январь, по-моему, да, по-моему, январь. Слушай, нифига себе, подожди, на небольшой перерыв и проходит год. А почему такой перерыв? Ну, не год, ну, сколько, получается, сентябрь. Да, 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 то есть в октябре мы закончили всю вот эту отделку, потом положили, там, месяц еще заняла укладка плитки, вот, она лежит здесь. Я полно открыто, чтобы не развить. Да, все, то есть, ну, это где-то мы заканчиваем, а конец октября. То есть все эти работы, все укрываем, и ребята говорят, слушай, нам там это сейчас надо на другой объект, мы там на месте, ну, мы там договариваемся, в общем, нам мы не спешим никуда. Ну, ноябрь, декабрь. Да, ноябрь, декабрь. Стоит в январе, как раз эти заморозки, морозы, помните вот эту историю, вот этим январем, у вас здесь как раз это неподалеку, в Подольске, что ли, в домах там. Да, 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 Подольск, Чехов. Полопались трубы, народ там опринял, это вот, как раз происходит, и у тебя в этот момент дом здесь точно так же мерзнет. Нет, дом он прогревает, то есть здесь отопление включено, все в порядке, то есть нет, здесь как бы, как сейчас, так же тепло и зимой было. То есть не было такого, что мы выключили отопление, он там замерз, размерз, этого не было. Приезжаем мы сюда в январе и думаю, да, я проверю состояние, что там с нашими трещинками, появились, не появились. И я прикладываю лампу, лампы еще не было, фонарик просто. Вот в тот угол смотрю, трещина появилась. Чтобы вы понимали, она появилась уже, то есть это слой здесь, он под флизелин, по-моему, это называется, это плотное полотно, на которое еще сверху наносит штукатурка, то есть оно эластичное, оно еще держит. Мы смотрим, появилась там трещина. Я думаю, куплю фонарик, вот этот специальный, это проявочный фонарик для того, чтобы проявлять штукатурку неровности и так далее. Купил фонарик и начинаю просматривать все стены и обнаруживаю, что абсолютно все стены в доме покрылись этими трещинами. То есть если мы сейчас, ну покажи, пожалуйста, здесь, например, вот смотрите, гостиная, пойди ближе, если мы сейчас начнем ходить по дому, ух, нифига себе, я надеюсь, видно, да, через камеру, друзья? Короче, если даже вдруг вот там засвечено, не увидено, вот, раз, два, три. Ну вот они. Да, и они повсюду. Раз, стена, вот эту посвети. Вот здесь трещина сверху. И на втором этаже то же самое? На втором этаже, да, все стены абсолютно несущие, ненесущие стены. Порвало даже плитку в котельной. Вот мы с вами перемещаемся, так скажем, в прихожую, когда заходишь, вот здесь все в трещинах. Небольшая ремарка, вот здесь было, это в сентябре мы вместе с той трещиной обнаружили вот здесь, видно, да? То есть по черновой штукатурке вот сюда ушла, здесь ушла. И внутри котельной порвало плитку. Вот. Я не знаю, видно, не видно. А, ну короче, здесь пока еще незаметно особо. Ну вот она идет. Ну, нет, видно, вот, друзья, вот она пошла трещина. И это, подчеркиваю, это еще, чтобы вы понимали, это не пять лет прошло, это прошло вот год. И вот эта стена, она не несуща, на ней сверху, можно руку просунуть, но не ничего не дают. Таким образом, если мы сейчас будем вот с этим чудо-фонарем ходить по всему дому, куда мы не приложим его, где-то больше, где-то меньше, да. Ну и давай, смотри, вот идем тебе сюда поближе. Первая мысль, которую я тебе сказал, Сань, ну может быть, это просто вот отделочный материал, так тресну. Помните Наталью? Наталья, привет, тебе передаем дом с трещиной. Она же агент по недвижимости, она же риэлтор. Мы как-то снимали с ней выпуск, ты его тоже смотрел, у них тоже там по дому трещины, тогда тоже ужас был такой, ну все, дом вот скоро раскроется, но им дико повезло, что у них это было именно в отделочном материале, то есть сам дом цельный, слава богу, все хорошо. И ты думал, ну у меня, наверное, так же. Да, мы же понадеялись. Давай резать, как проверяли? Мы вскрыли в двух местах, где проходят трещины, здесь, вот здесь, добрались до блока и обнаружили, что трещина, к сожалению, уходит в блок. Снимаем где тут? Снимает, снимает. А, уже снимает? Да. Вот она трещина. Подержите вот эту лампу. Вот она трещина. И она вот так вот идет. Это слож стукатурки. Сбили до блока, сбили отсюда, оторвался блок и часть вот она. Идет по трещине, вот она трещина идет. Ну и вверх поднимается, и сюда, на эту трещину. Насколько глубоко потреснули он полностью, мы не знаем, потому что с той стороны штукатурки, ну с той стороны дом нет трещин, но там и плотная сетка, и штукатурка, и клинкер. Скорее всего, это даже не увидишь никогда. И, возможно, мы бы и здесь это не увидели, если бы штукатурка изначально была бы сеткой. Мы, может быть, никогда бы не узнали об этих трещинах. Типа внутри бы осталось бы, а здесь бы могли бы. Да, да, чтобы все остальное было бы целое. То есть теоретически, смотрите, друзья, вот сейчас следите за руками. Теоретически при грамотном подходе, вот это сейчас все можно, скажем так, отделать. И когда придет потенциальный покупатель, сказать ему, ты посмотри, он придет, он такой, вау, класс, ему все понравится, он этот дом купит. И вот здесь начинается кульминация, потому что интересно, ну трещинка и трещинка, и к чему это может привести, давайте об этом поговорим. Вот здесь начинается интересное, потому что, ну трещинка и трещинка, тем более ты сам говоришь, что если бы внутри сделали бы по-другому бы отделку, пустили бы сетку, это бы и не заметили. Может быть и нет никакой проблемы, ведь ты обратился к застройщику. Они вот полтора-два месяца делали экспертизу, где-то что-то подкапывали, смотрели фундамент. И на выходе тебе что говорит застройщик? Застройщик говорит, что проблем нет, это была естественная усадка, где-то, возможно, из-за плохой отрамовки песка. В целом все в порядке, все, типа вот эти трещины появились, дом типа уселся, все в порядке, вот вам заключение, все хорошо. Живи. Да, продолжай, да, все без проблем, делай ремонт. А что ты вопрос, Аня, смотри, вот у тебя опыта нету, они с опытом. Так может они тебе правильно сказали, ты что ты к ним пристал? Да нет, нет, может оно так и есть, делай себе отделку, вот как тебе сказали, там с сеточками, с фигеточками и живи. Ну да, наверное бы кто-нибудь так и сделал, но тут как в медицине, когда тебе ставят какую-то диагноз, нужно получить независимое мнение. Я решил обратиться сразу в независимую экспертизу, чтобы получить подтверждение, что все-таки происходит. Пригласил также застройщика, чтобы, ну не сам, типа я там что-то кого-то позвал, мы что-то сделали, договорились, как бы, чтобы это не выглядело так. На секундочку, это была досудебная экспертиза. Досудебная экспертиза, да, потому что, ну если мне люди говорят, что у тебя все в порядке, ну а по факту я вижу, что далеко что-то, ну как минимум что-то не в порядке. Да, обращаться еще раз к этим людям, ну как-то странно, если они с первого раза не смогли дать ответ внятный. Друзья, здесь записывайте, это полезные советы, это вот жизненный опыт с плеч Александра. Послушал одного, послушай другого, третьего, и за это, естественно, надо платить. Вот сколько тебе просто-напросто стоило до судебной экспертизы? До судебной экспертизы обошлась в 185 тысяч рублей. Вот, это домик, это свой дом, это так здорово, когда ты обращаешься к классной компании, которая умеет строить, но вот что-то не так. Судебная экспертиза выносит решение. Они выносят решение. Первое, это конструктивный просчет, то есть не была учтена геология, которую мы сделали перед строительством и отправили в компанию. Заключается это, как я понял, в том, что не проложен дренаж вокруг фундамента, который должен лежать в наших широтах, в наших, ну, как оно называется? Краях. Краях, так сказать, да. Там такая труба, которая отводит всю влагу, которая пытается под фундамент подтечь, она его должна отводить за периметр, чтобы не было морозного пучения. Да, все правильно. Все это подкрепляют расчетами, там, каждый угол дома, каждую ось, где он опирается, они рассчитывают силу морозного пучения и силу, с какой силой давит на него там дом. Потому что, друзья, в каждом регионе есть такое понятие, как глубина промерзаемого грунта, и это все на самом деле нужно учитывать. Это тебе не так, что там фундамент налил, сваи вбил, стоит, и слава богу. Да, есть адепты такой мысли, что я залью себе там полметровую плиту, и все, мне будет хорошо. Нет, ничего у вас хорошо не будет, у вас дом весь этой плитой и уедет. То есть, это все нужно делать с расчетами на геологию, и именно с учетом промерзания грунта, правильно ты говоришь, либо добивать туда сваи, как многие делают. То есть, плита, еще в ребрах жесткости туда на пару метров, сваю, чтобы все, он жестко стоял, и чтобы с ним не происходило, он никуда не шевелился. Вот это как раз очень подробно показывает, рассказывает Сергей, правильно, Петрушин? Вот на его канале, как раз, когда люди уже столкнулись с этим, и когда, например, эти сваи выдавливают после морозов, и когда дом перекашивается, и ладно, еще каркасник. Каркасник, говорят, его там можно поддонкратить, там что-то подвинуть, еще можно решить, а с таким домом это все, это финиш. Соответственно, геологию, важно, сделали, геодезию сделали, но при расчетах проектирования не заложили. Как говорит экспертиза, да, то есть, они ее не учли. Я не особо разбираюсь в этом, но я доверяю экспертизе независимой, потому что они предкрепляют все это расчетами, там, какими-то вырезками из нормативки. Не ушли геологию. Второе, плита лежит, даже не сама плита, а ребра жесткости. То есть, это вот плита, а под плитой есть, типа, как он, ростверк называется, буквой П такая штука, и они под основание ребра жесткости подложили пеноплекс. Для чего? Для утепления, якобы, застройщик говорит, что это специальный пеноплекс, который выдерживает эти определенные нагрузки. Экспертиза говорит, что какой нафиг там может быть пеноплекс, у вас плита его все равно раздавит, и вот эти 5 сантиметров, возможно, дом как раз уселся из-за этого пеноплекса, и он где-то неравномерно уселся из-за него, и поэтому это второй вариант, что сыграло. Третье, это неправильный расчет нагрузок самого второго этажа плиты, недостаточное количество колонн. То есть колонн тут стоит там раз, два, ну, около трех-четырех штук, и они стоят все как-то в середине дома в основном. Вот, и, ну, и там по мелочи, что не соблюдены какие-то узлы примыкания, где плита, когда плита заливается, то есть она должна как-то стыковаться с блоком, с блоками первого этажа, с несущими стенами и так далее. И вот здесь, как говорится, никто никого ни в чем не обвиняет, но мнения разделились. А когда мнение разделилось, и заказчик не слышит исполнителя, исполнитель не слышит заказчика, нужно идти в суд. Да. Но перед судом возникает вопрос, а что делать? И вот тебе некоторые говорят, что, ну, первое, все это хрень, дом тебе построили хреновенький, я мягко скажу, и его нужно сносить. Есть такие мнения? Есть мнения, но это мнения, так сказать, больше не экспертных организаций, а людей, которые как-то связаны со соцсетей. Да, такие, которые эксперты где-то в строительстве, где-то в компьютерах, где-то в медицине. Но они как объясняют это? Почему так вот, знаешь, грубо, типа, ну, в смысле сносить, как это? Ну, типа, вот, он, типа, весь растрескался, да, сейчас там они маленькие, ну, типа, 3-4-5 лет, ты же не знаешь, что будет, типа, у тебя, может быть, там, рука будет помещаться в эти трещины, типа, все, дом тотал. В перспективу, вот здесь вот это может вот так вот, опа, и дом разойтись, и, соответственно, ты туда будешь просовывать руку, а тогда уже все, конец. Первое мнение. Это первое мнение. Второе мнение от той же экспертизы, которую я нанимал, неустранимых проблем нет, вот, дом, конструкция ограниченно годная, нужно провести ряд мероприятий, и все, типа, все будет хорошо. Правильно? Как один из вариантов, да, то есть, первое, что они предлагают, это все-таки проложить дренаж, то есть, убрать отмазку под плитой, сделать правильный дренаж, и исключить подтек воды, вот в эти все наши осенние, весенние периоды, и чтобы это не промерзало, и дом не пучило, или пучинило, не знаю, как правильно говорить. Ну, и плюс усиления ты рассказывал, то, что ломать стены. Да, второй вариант, если эта штука не помогает, то есть, мы делаем эту штуку, год ждем, следующей весной смотрим, то есть, поставили маяки, если у нас трещины больше не гуляют, все, нам повезло, все хорошо. Если нет, делается проект усиления, то есть, плиту второго этажа нужно равномерно распределять по фундаменту, а это, если я правильно понял, делается под домкрачным, ну, естественно, снимается вся отделка, все, что там лежит, там теплые полы, плитка, все это выбивается, выбивается кусок стены, и, если, правильно понял, заливается колонна, То есть ставится в распорку какое-то устройство, заливается колонна, и дом кладётся, плита на эти колонны. Это худший вариант, который можно себе представить. Вообще, блин. Но какой вариант в итоге правильный, пока... То есть далее третьего варианта нет? Вот, грубо говоря, два сейчас? Да, сейчас два варианта, которые нужно сделать. Ну, вначале нужно сделать один вариант, это малой кровью проложить дренаж. Вот ты считал, сколько обойдётся вот сейчас, допустим, проложить дренаж? Значит, нам эксперты, то есть мы сразу заказали сметный расчёт на устранение всех недостатков. Это с учётом того, чтобы в дом продолжить ремонт, нужно всё, что сейчас сделано, снять вместе с черновым слоем, проложить сетку, заново всё это отремонтировать, все трещины. То есть всё ремонт, который сейчас сделано, это на выброс. Ну, понятно. Всё это починить и сделать работу. Вот это выходит, ну, опять-таки, это по нормам, которые может предоставить официально экспертиза, это 4,6 миллиона рублей. 4,6? Это, считай, минимум сразу 5, потому что сопутствующие расходы, это по-любому... Это по нормам, которые, как они называются, строительные нормы, по ЭСНам. То есть это нормы, которые прописаны государством, по которым, естественно, на рынке никто работать не будет, потому что там цена, грубо говоря, за квадратный метр штукатурки, там что-то типа 700 рублей, кто тебе придёт от штукатурить дома? Да, короче, это надо не 5, а умножаем. Да, умножаем где-то на 2. То есть 10. Да. При том, что дом, коробка 13500 изначально всё было. Да, то есть, да, чтобы восстановить такого же уровня отделку сейчас, где она под лампу сделана, это 5 миллионов. То есть мы вот эти 5 миллионов, которые сейчас вложены, мы это сносим, потом 5 миллионов эти... Демонтаж – это ещё дополнительные деньги, вывоз мусора, и заново начинаем делать отделку. Черновую штукатурку она обошлась там, по-моему, 700 тысяч рублей, и чистовую, вот эту причистовую штукатурку она обошлась там с материалами, по-моему, около двух с половиной. Получив всю вот эту вот не совсем, мягко говоря, приятную информацию, ты обращаешься к юристу с вопросом, что мне делать? Да, мы решили обратиться сразу к юристу, потому что, учитывая прошлый опыт и сроки, в которые отвечает застройщик, мы решили, что ввести с ними диалог по-хорошему, дальше уже, наверное, бесполезно, потому что они видели проблему, они всё это знали и они как бы молчали. То есть не было такого, что, Александр, мы проблему поняли, дайте нам там неделю, две, три, сейчас мы всё это обсудим, соберёмся. Нет, всё, они уже уехали отсюда, вот после экспертизы, и тишина. Мы нанимаем юриста, он говорит, давайте досудебную претензию, она составляет нам досудебную претензию. В досудебную претензию она также включает неустойку за сроки и насчитывает, кстати, вот тоже интересный момент с её слов и с её практики. Застройщик всегда в договоре пишет, что если они срок какой-то там прозевали, там 0,001% от суммы договора в день. Но в законе о защите прав потребителей есть интересная статья, которая обязывает 1% в день за каждый день просрочки, а закон у нас, естественно, выше, чем то, что пишут в договорах, если договор ущемляет права. И она насчитывает им неустойку, там что-то больше 20 миллионов рублей, там или под 40 миллионов. Но, естественно, мы не можем просить больше, чем было заплачено за весь дом. То это тоже всё по закону? Да, всё по закону. Она говорит, Александр, давай ты просто отключим претензию, как бы, ну, я говорю, мне это не нужно, мне вот зарабатывать на них там, мне нужен дом, я хочу жить здесь. Вот прикол, прикиньте, это вот со стороны, когда слушаешь, хочешь сказать, типа, чего, давай по максимуму выжимать, что тебе сделали, ну, так же и обратно, ну, окей, ты заказчик, ты... Да, да, но она всё равно включает это в претензию досудебную. Молодец. И отправляем досудебную претензию, отправляем на юридический адрес. Но в процессе всего этого выясняется интересная ситуация. Подрядчик, он же Гудстоун, подали на ликвидацию юридического лица, по-моему, в октябре или в декабре 23-го года. И она говорит, Александр, у нас очень мало времени, надо срочно писать досудебку, ждём ответ от них они, и нам нужно блокировать им счета и запрет на юридические действия, чтобы они не закрыли компанию полностью. Мы отправляем в ФНС запрос, в ФНС накладывает запрет на регистрационные действия. В процессе выясняется, что юридический адрес у них, по-моему, невалидный, потому что вся корреспонденция возвращается обратно. Директор сменён, учредитель сменён, всё, юрлицо – труп, по сути. Юридический труп. Мы им дублируем на электронную почту претензию. Они через, сколько там у нас установлены законом сроки, 20 или 30 дней, я не помню. В общем, они с запозданием сильно присылают нам, что, типа, претензию получили, пришлите отчёт о экспертизе. Хотя мы им тоже на юридический адрес всё это оригиналы, копии оригиналов выслали. Мы им отсылаем отчёт, на что там, через неделю или две, они присылают нам просто ответ, где на каждую претензию технодзора они пишут, да нет, это не может быть, этого не может быть, да нет, это вообще херня, это вот так, нет, всё, типа, мы не согласны. И всё, вот эту отписку мы получаем. Всё, и они пропадают, мы в суд направляем претензию уже... Иск. Иск, да. Проходит первое заседание, они не приезжают, естественно, потому что они не знают, что суд идёт. На втором заседании нам судья говорит, а где представители? Говорят, нет, вот второй раз они приехали. А, ну, всё, тогда считаем возможным требования законными, доводы обоснованными, 50% за то, что они в добровольном порядке отказались договариваться. Итого? Итого там около 7 миллионов. 7 миллионов рублей. Да. Таким образом, мы приближаемся к логическому завершению, некому финалу. Если компания, как ты говоришь, работает длительное время, у неё хорошая репутация, ну, как минимум, ты такую репутацию слышал, когда ты к ним обращался, у них много объектов, деньги есть. И, соответственно, теоретически в строительстве 7 миллионов, когда у тебя всё на поток, когда ты зарабатываешь, это не такие уж и большие деньги. И по-хорошему, если реально есть косяк, они должны вернуть, а если они не согласны, ну, явитесь в суд, да? Да, приходите в суд, давайте тогда судебную экспертизу проведём, ещё одну независимую суд назначить организацией, если вы не согласны с этой, получим ещё одно мнение. Вот. Ну, это всё будет растягиваться, это может до бесконечности с этим судиться. Я просто, ну, сам подход мне непонятен. Компании, вроде они, там, дорожат своим именем, вроде позиционируют себя, как, там, одно из, там, ну, хороших, топовых компаний. Ну, не самый, конечно, премиум, но хороший, средний уровень. И вот так ведут. То есть, ни звонков, ничего. То есть, они вот один раз написали нам после претензий, после вот этого заключения об отчёте. Ну, мы тут в апреле, это было, по-моему, в марте или в феврале, мы в апреле приедем к комиссии к вам и посмотрим тут, что там всё-таки происходит. Это они о суде, ну, не знали ещё. Потом я им скинул судебное решение, всё, и они опять ушли в закат. Они не приехали, мы договорились с ними на 18 мая, они не приехали. Вчера я им писал, говорю, что у нас с входной группой будет, или по гарантийному письму, вообще вы исполняете какие-то обязательства. На что мне ответили, что мы в курсе вашей ситуации, директор поручил сейчас разобраться с отчётами, с судебным делом и готовиться к встрече. Поэтому мы встречу перенесли. А тебе об этом не сказали? И мне об этом не сказали. То есть я пока сам им не написал, они молчат. То есть вот этот подход, он тоже максимально странный. Ну, позвоните, скажите, Александр, ну, всё, проблему узнаем, решаем, давайте либо там встретимся у вас, либо приезжайте к нам, будем какой-то диалог вести. Нет, ничего не происходит просто. А вот здесь у нас зарисовочка с увлекательной математикой. Значит, складываем. Построить коробку 13 миллионов 500 тысяч рублей. Вот всё, что в них входило, 250 квадратов. Далее. Купил участок с коммуникациями 2 миллиона 700 тысяч рублей. Следующий шаг. Инженерия. Всё, что он сделал, ровно то, что он выбирал под себя, 4 миллиона 900 тысяч рублей. Это с учётом работы под ключ. Отделка. Отделка внутри дома с теми материалами, которые выбирает он. Это ещё 4 миллиона 900 тысяч рублей. Называя эти цены, я специально делал такой акцент, что он так выбрал, потому что кто-то может подумать, что можно дешевле сделать. Вы можете сделать дешевле, а вы можете сделать ещё дороже. Вот столько денег ушло у Александра. У них сразу заложено, что не будут же они жить там вокруг дома грязь. Нужно будет сделать ландшафт. Полтора миллиона рублей посчитали. Ну и на мебель, вот интересно, кухня, мебель, диваны, телевизоры, всё то, что мы видели с вами на визуале, они закладывают ещё примерно 5 миллионов рублей. Итого у нас получается 32 миллиона 500 тысяч рублей, хотя я думаю, что эта сумма будет больше. Так, к примеру, Саша, правда, не посчитал дверь входную, она у него стоит 130 тысяч рублей. Ну вот в этих расчётах она не учтена. То же самое на этот дом с тем визуалом. Мне почему-то кажется, что мебель обойдётся дороже. Но это лично моё мнение. Итого 32 миллиона 500 тысяч рублей. При том, что их порог, их барьер 32 миллиона рублей. То есть сейчас они чуть-чуть уже превышают. Максимально открытый человек Александр поделился своей ситуацией. В том числе рассказал, что 7 миллионов рублей он брал в кредит, потребительский кредит, ставку ему дали хорошую. Он брал давно. 7 миллионов рублей под 7% удалось взять. Ну и в дальнейшем они также планировали, что переедут в дом, продадут двушку эту, как вариант. Ну и если что, там перекроются. Далее, если посчитать, а может быть гаражик нужен. Вот он увлекается мотоциклами по горам кататься, по ландшафтам, по лесам и так далее. Квадроциклы, машину куда-то ставить, беседочку можешь поставить, а вдруг баньку захочется или какое-то подобное сооружение. Это что же всё денюжки? Мне кажется, что подобный дом со всем благоустройством обойдётся в круг скорее 40-45 миллионов рублей. Но это уже мечты. То есть основной смысл 32 миллиона ты отдаёшь, а жить в доме ты не можешь. Застройщик говорит, всё ок. До судебной экспертизы говорит, нет, не всё ок. Суд встаёт на твою сторону. Но денег взыскать ты ни с кого не можешь. Почему? Потому что юрлицо, оно там закрылось. Теперь дальше будет шаг следующий. Это нужно искать тех, кто расписывался, пытаться их привлекать. Короче, это некий такой геморрой. И Александр отмечает, что он уже посмотрел, в частности юрист его, что он, в компании уже есть претензии, и судебные приставы говорят, а взыскать не с кого. И вот здесь, на самом деле, наш ролик-то и заканчивается, потому что лучше концовки и не придумать. Никто не делает призыв, всё, бойтесь, не обращайтесь в компанию, не обращайтесь в компанию, где он заказывал. Нет. Здесь ключевой смысл до вас донести информацию. Живой пример. Как в жизни бывает. У компании есть довольные клиенты, которые пишут отзывы, говорят, здорово, ведь Саша в начале выпуска говорит отзывы, адекватная цена, в целом всё понравилось, решил обратиться. Пожалуйста. Интересно, что тот самый нанятый технадзор со стороны, когда Александр задал вопрос им, ребят, а как так, они дали какую-то отписку, серии нам поручили, следить за строительством дома, а вот то, что там, на что ставили фундамент, ну, примерно как-то так. Типа, мы к этому отношения не имеем, поэтому мы не знаем, до свидания. Всё. То есть, зачем-то они следили, но то, на что ставили, ну, примерно так. Опять же, тем, кому будет интересно, я контакты его оставляю, вы можете с ним связаться, он вам все отчётности предоставит, потому что у него крик о помощи, помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь, как мне в этой ситуации порешать. На 10 июня 2024 года ему вот буквально вчера дали ответ, что готовы с ним встретиться, и я искренне надеюсь, что застройщик, в частности, руководство увидит, услышит, как минимум, хотя бы вот человеку поможет. Ну, и в дальнейшем дадите по шее всем тем, кто у вас допускает такие ошибки. Вдумайтесь, все знают, даже те, кто не имеет никакого опыта в строительстве, что фундамент это самое главное. И вот на этапе фундамента допущена получается ошибка, на основании которой дом тотал, дом под снос, или жить и надеяться, что дальше трещины не пойдут. Всё, они не разойдутся. Я не эксперт, но знаю, что среди вас очень много людей, кто разбирается в строительстве, поэтому напишите, пожалуйста, развернутый комментарий, как вы считаете, как решать эту проблему. Обязательно подпишитесь на телеграм-канала, именно там я сделаю продолжение этой истории, если она получит продолжение, где расскажу, чем дело кончилось с Александром и, собственно, застройщиком. Ну, опять же, может быть, кто-то даст дельный совет, который ему поможет, и вы в дальнейшем тоже будете знать. Всё, ребята, не добавить, не убавить. Вот такой у нас сегодня воскресный выпуск. Жду ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Пока. Пока.